МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех зрителей программы Телегид. Мы продолжаем цикл наших передач по местам воинской славы, приуроченной к 70-летию со дня победы Великой Отечественной войны. И сегодня мы перемещаемся на север. Будем вспоминать город-герой Мурманск, который стоит на берегу моря и, собственно, живет морем. На долю Мурманска выпали суровые испытания в годы Великой Отечественной войны. 40 месяцев днем и ночью враг угрожал городу. Тревожно выли сирены, рвались бомбы, полыхали пожары, рушились здания, падали убитые и раненые. А город жил, работал и сражался. Доблесть и мужество северян увековечены медалями за оборону советского Заполярья. Мурманские улицы носят имена героев, защищавших город. Гаджиева, Генералова, Сафонова и многих других. В городе много памятников, посвященных Великой Отечественной войне. И сейчас именно о них поговорим. Прямое отношение к Великой Отечественной войне имеет легендарный Алеша. Это большой мемориальный комплекс, расположенный в Ленинском округе города Мурманск. Мемориал представляет собой впечатляющую фигуру русского солдата, которое установлено на одной из самых высоких сопок знаменитого Кольского залива. На огромном постаменте стоит монумент. Это огромный памятник защитникам Отечества в годы Второй мировой войны. Алеша одет в плащ-палатку и держит за плечом автомат. Его глаза напряженно и с недоверием смотрят вдаль, именно в ту сторону, откуда на эти земли пришли враги. На всем Заполярье этот памятник является самым знаменитым и любимым всем народом, посвященный мужеству и героизму тех солдат, которые отчаянно боролись с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Не только на суше, но и на морских просторах Родины. Высота постамента составляет 7 метров, а сам монумент в высоту достигает отметку в 35,5 метров. Несмотря на то, что внутри монумент пуст, его вес составляет 5000 тонн. Памятник в Мурманске, если судить по размерам, уступает только монументу под названием «Родина-мазь», который находится в городе Волгоград. На фигуру Алеши попадают отблески пылающего пламени вечного огня. Особенно интересна история возникновения Алеши в Мурманске. В 1965 году были живы еще многие участники войны, и когда их жены и матери ждали своих родных, к сожалению, не вернувшихся с фронтов, в то время появилась идея создать мемориальный памятник в честь светлой памяти о воинах, защищавших север Советского Союза. Было принято решение воздвигнуть монумент на наивысшей точке сопки, для того, чтобы фигура солдата была отчетливо видна с любого места в городе. Также в Мурманске есть смотровая площадка, расположенная рядом с памятником Алеши, который также напоминает нам о безызвестных солдатах Великой Отечественной войны, павших в боях за Родину. В нее открывается великолепный вид на Мурманск. Можно разглядеть нефтяную платформу, два порта, рыбный и торговый, морской вокзал, атомный ледокол «Ленин» и многое другое. Неотъемлемой частью является морской порт. История Мурманского морского порта насчитывает свой отчет в годы Первой мировой войны. Он стал третьим портом на северо-западе после портов Архангельска и Петербурга. В первые дни войны вся молодежь ушла на фронт из незначительного количества. Оставшихся рабочих были созданы аварийно-восстановительные, железнодорожные и другие команды. Многие рабочие были переведены на казарменное положение. Места уходящих на фронт, как и на всех предприятиях в порту, заняли их жены, сестры и матери. Многие рабочие, считавшие себя уже нетрудоспособными, вернулись обратно на производство. Порт быстро перестроил свою работу на военный лад. Все было подчинено единой цели – помогать фронту. Единому стремлению, самоотверженным трудом ускорять победу над врагом. Долина Славы. Ранее – Долина Смерти. Мемориал защитникам советского Заполярья. Расположено в 74 километрах от Мурманска. Дорога хорошая, но извилистая, с переломами местности. С закрытыми, крутыми поворотами по нашим Северным Сопкам. Одно из самых известных мест воинской славы – в Мурманской области. Во время Великой Отечественной войны именно здесь шли наиболее ожесточенные бои на Северном фронте. Композиция комплекса включает в себя скульптурную группу «Два воина». Это первый памятник, который был открыт в Долине Славы в 1969 году. Памятник – три штыка. Он символизирует единство войск. Монумент – три знамени. Монумент символизирует доблесть гвардейских дивизий, воевавших на Мурманском направлении. Мемориальная стена. На ней высечены имена погибших и надпись «Склоните головы перед бессмертием героев в памяти павших. Будьте достойны». Родина помнит своих сыновей, погибших за ее свободу. Танк ИС-2. Воинское кладбище. На нем было захоронено около трех тысяч воинов. С каждым годом братские захоронения пополняются благодаря находкам поисковых отрядов. Памятник скорбящей матери. Он находится в южной части мемориального комплекса и был установлен в 2001 году. Ежегодно Долина Славы собирает все больше жителей Мурманской области и гостей Заполярья, отдающих дань уважения советским солдатам, не пустивших врага вглубь Кольского полуострова. Сейчас трудно поверить, что город лежал в развалинах. Следы войны давно исчезли. Мурманск уже не умещается на широкой площадке Кольского залива. Улицы поднялись вверх в сопки. Сейчас в Мурманске около 260 улиц. Военная история Мурманска обусловлена наступлением в 1941 году немецко-фашистской армии сразу по нескольким фронтам. В планах фашистских захватчиков было нападение на Кольский полуостров. Оборона полуострова была развернута на Северном фронте. Полоса протяженностью 500 километров. Вражеское наступление началось 29 июня 1941 года. Но солдаты остановили врага в 20-30 километрах от приграничной линии. Ценой ожесточенных боев и безграничного мужества этих героев, линия фронта оставалась неизменной до 1944 года. Мурманск – один из тех городов, которые стали прифронтовыми с первых же дней войны. Вслед за Сталинградом Мурманск становился лидером в печальной статистике. Количество взрывчатых веществ на квадратный метр территории города превысило все мыслимые пределы. 792 авиационных налета и 185 тысяч сброшенных бомб. Однако Мурманск выстоял и продолжал работать как портовый город. Под регулярными авианалетами, простыми жителями-героями, проводилась разгрузка и погрузка кораблей, строительство бомбоубежищ, производство военной техники. Не оставались в стороне и рыбаки-герои Мурманска. За три года им удалось выловить 850 тысяч центнеров рыбы, снабжая провиантом как жителей города, так и бойцов советской армии. В 1942 году основные стратегические действия развивались не на суше, а в суровых водах северных морей. Главной задачей фашистов была изоляция берегов Советского Союза от выхода в море. Осенью 1944 года флот изгнал противника из этих земель и угроза захвата Мурманска миновала. В центральной части города Мурманска на противоположной стороне от Краевического музея находится весьма оригинальный памятник, который имеет непростую судьбу. Памятный знак поставлен в честь городов-побратимых города Мурманск. Монолит представляет собой железобетонное трехметровое основание, которое было облицовано при помощи природного камня, на котором закреплена пара так называемых крыльев, выполненных из бетона и размахом около пяти метров. Огромная в прямом смысле слова достопримечательность Мурманска – это атомный ледокол «Ленин». Создавался ледокол в середине 20 века с одной целью – обслуживать Северный морской путь и продлить время навигации в Заполярье. В те времена это был грандиозный и мощный корабль. Единственное во всем мире надводное судно, работающее при помощи ядерной установки. Над разработкой судна трудилась целая команда инженеров. Это огромный, сильный атомоход сопровождал российские суда по просторам Северного Ледовитого океана. Проработав почти 30 лет, сегодня ледокол «Ленин» в Мурманске находится на вечной стоянке. И на нем оборудован музей. Экспозиция музея атомохода постоянно обновляется и расширяется. На корабле имеются около тысячи помещений и отсеков, но работает в выставочном режиме пока только 10 из них. По сей день руководит и командует ледоколом настоящий действующий капитан, который имеет многолетний опыт плаваний на атомоходах. В выходные дни он выходит поприветствовать гостей на своем корабле с капитанского мостика. Сегодня атомный ледокол «Ленин» является первым объектом по посещениям среди всех достопримечательностей Мурманской области. Мурманск – единственный город с населением более 300 тысяч человек, который так близко расположен к Северному полюсу. Это один из самых крупных портов в мире среди, расположенных за полярным кругом, который не замерзает. В Мурманске полярная ночь длится более 40 суток, а полярный день – 50 суток. Многочисленные озера, которые находятся на территории города – это остатки ледников, которые когда-то существовали в этих местах. Во время блокадного Ленинграда мурманчане отправляли в осажденный город три эшелона с рыбными продуктами. Первый из них был отправлен 29 января 1942 года – самые тяжелые дни блокады. Его загрузили 101 тонны соленой рыбы, 52 тоннами сельди, 37 тоннами семги и 7,5 тонн рыбьего жира. Второй и третий эшелоны ушли 19 и 23 июля 1942 года. И именно о герое Ленинграде и о его жизни в годы Великой Отечественной войны и о том, что сегодня хранит память победы, мы покажем в следующем выпуске 9 мая. Хороших вам впечатлений и приятных путешествий!